Ну что ж, за мое несколькодневное отсутствие здесь произошли некоторые изменения. Во-первых, у нас вчера не было электричества, фазы отваливались, и как назло у нас поломался стабилизатор, мы его отправили по гарантии. И в общем, в этот самый момент холодильник приказал долго жить. У меня сейчас здесь полная морозилка, я еще даже не открывала ее, но электричества не было со вчерашнего вечера. Благо, у нас есть холодильник другой, который Ваня починил, но я так и так его собиралась включать, потому что у меня же яблоки, у меня же яблоки. А яблок столько, что я даже дегидратор заказала. Вообще, с дегидратором план был такой, я думала, что я его куплю, закажу в Москве, на следующий день мне его привезут, Ваня мне поможет загрузить в машину. Ну, значит, из машины я как-нибудь подъеду вровень к своему крыльцу в деревне, как-нибудь вытащу, и, может быть, кто-нибудь мне поможет ее, скажем так, занести в дом и поставить на стол. Потому что 20 килограмм снизу поднять вот такой большой коробки, я не уверена, что я сама справлюсь. Вот, если вы помните, холодильник про него, видео было, но я так и так его собиралась включать. Большая морозилка. Так вот, в Юкиной миске труп мыши плавал и две лягушки, лягушки живые. Вот, я притащила сушилку, припарковала машину, чтобы вытаскивать. В общем, блин, холодильник-то хороший был. Что с ними делать, теперь непонятно. Ничего не предъявить. Слушайте, это какая-то трагедия просто. Дождь без остановки уже льет четвертый день. Вот сейчас кажется, что дождя нет, но на самом деле он есть. Мне надо было ходить на работу, то есть вот с утра вставать и куда-то идти. И как я завидую тем, кто работает на удаленке. Открыл утром глаза и уже на рабочем месте. Не нужно тратить время на сборы, не нужно выходить на этот холод. А еще лучше вообще работать из теплых стран. Пришел на пляж, открыл ноутбук и ты уже на работе. Я хочу рекомендовать вам бесплатный мастер-класс по фрилансу с гарантированным трудоустройством. Я расскажу вам про Марию Лебедеву. Она начинала с нуля во фрилансе и сейчас имеет более 7 лет опыта в онлайн-образовании. За последние полтора года она работала сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Она также трудоустроила более тысячи учеников по всему миру. И поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом. В этом бизнесе миллиарды долларов и миллионы учеников. Вакансий все больше, но некому обслуживать и настраивать новые онлайн-школы. И ее цель не просто обучить тех, кто хочет работать удаленно, но и дать заказы, трудоустроить своих учеников. Вместе с Марией вы сможете закрыть долги и работать удаленно в комфортное для себя время. Освоить профессию, в которой конкуренция в разы ниже, чем для копирайтеров, СММ, таргетологов. А вакансий пока больше, чем специалистов. Регистрируйтесь на мастер-класс по ссылке в описании к этому видео, чтобы узнать больше о свободной от места и времени профессии от Марии, которая прошла этот путь сама. Всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке. Это, знаете, из разряда «Алла, ты надолго в деревню?» Ну, на месяц. Че, прям на месяц поедешь? Я говорю, ну, если ничего не произойдет. Ну, ничего не произойдет. Я говорю, знаете, как бывает. Приезжаешь в деревню, потом фигак. Зуб заболел. Поехал к стоматологу. У нас, значит, вот этот холодильник второй, он стоит напротив очень солнечного окна. Собственно, он же и навернулся у нас в Москве, потому что на него фигачило солнце, как какое-то было очень жаркое лето. Осень у нас наступать не планирует, у нас жара жаркая. И вот осталось только мне уехать в Москву из-за того, что у меня вернутся оба холодильника. Тогда придется уезжать. Говорят, надо бояться своих желаний. Очень давно хотела разморозить этот холодильник. Просто очень. Вершители реальности. Когда-нибудь видели муравьев, которые тащат что-нибудь к себе в нору? Или мышей каких-нибудь, которые тащат что-нибудь к себе в нору? Что-нибудь, что больше их размеров? Если не видели, вот. Ну а зон сказал, типа не тут-то было, иначе он переносит мне доставку. Он мне раз перенес доставку. Потом мне пришло уведомление, что доставка на уточнение. А мне уезжать уже, понимаете? Ну приедет она сюда в Москву. А нахрена она мне тут в Москве? Она в деревне мне нужна. Ну и, в общем, после очередного уведомления заказ я отменила. Собственно, цена очень шикарная. Она стоит 29 тысяч, по-моему, со скидкой. А даже у официалов она на официальном сайте стоит 36, по-моему. И по интернету меньше, чем 34 вы не найдете. Ну то есть, в принципе, экономически целесообразно просто уехать в деревню. И когда она приедет сюда в Москву, просто, в общем, за ней вернуться. Потратив там тысячу рублей на бензин туда-обратно и день-дня. То есть, это будет дешевле. Но я, в общем, отменила заказ и сделала по-другому. Подождала, пока вернутся деньги и заказала прям сразу в талдом. И теперь у меня такая дилемма, что мне ее надо из пункта выдачи каким-то волшебным образом погрузить в машину. То есть, вот уже на участке это уже, ну, меньшая проблема. А вот именно забрать ее из пункта выдачи, это такая себе история. Покруть одним глазочком, посмотреть, что там внутри. Поднять я это, конечно, не подниму. Без посторонней помощи. Хотя бы посмотреть, что там. Мне так интересно, я так его ждала. Вот это самая печальная история. Это я уже не осилю. Уже почти пошла за помощью, а потом подумала, что я вообще, зря в зал, что ли, хожу? Вот это огромная коровка, из-за которой стало еще больше. А вот это уже сам дегидратор. Тяжело быть блогером, который в одиночестве снимает видео. Опачки. Опачки. Друзья, всем доброе утро. Ну что ж, началось в колхозе утро, как говорится. Проснулась я, знаете, от чего в 6.20? От того, что наша система, как это, уменьшительная колонна, которая воду уменьшает. Она перезапустилась. А делает она это весьма громко. Я думаю, сука, опять электричество выключали. Встаю, спускаюсь вниз. Смотрю, холодильник мой второй не светится. Ёбаня, б***ь. Короче, отвалилась опять фаза. И теперь она отвалилась та, на котором второй живой холодильник был. Ну, то есть, вот. В результате у нас за неделю было 3 или 4 обращения в МАЭСК по поводу того, что вышибала фазу, либо отключалось электричество полностью. Они приезжали, говорили, что наша деревня какая-то проклятая уже. И мы их, мне кажется, настолько достали, что они даже прислали уведомление о том, что у нас будет в деревне будут проводиться плановые работы. Ну, какой-то определенный день. Но когда наступил этот день, нам прислали уведомление, что работы отменяются. Вообще, в интернете вычитывало, что трансформатор должны ремонтировать не реже, чем раз в 12 лет. У нас последний раз ремонт был 15 лет назад. И вообще, неплохо было бы его заменить. В общем, посмотрим, чем вся эта история закончится. Но я думаю, что ни мы, ни другие жители деревни так это дело не оставит. Видели, как эта кенгуру быстро прыгает? Зараза, не хочет в машину. Я себе всю глотку сорвала уже ее запихивать. Нет, говорит, побежали. Побежали, говорит. Примерно 30 километров. 30 километров в час она бежит. Парочка слов о дороге. Вот ей примерно 3 месяца, да, наверное. Уже у нас дыры вот такие. Вот здесь, конечно, каток катался, не асфальт, а укладчик. Но, тем не менее, вот так вот он выглядит. Что будет здесь весной. А вот это, кстати, наше самое такое место поганое. И оно, судя по всему, первое и рассыпется. Ванька, мой спаситель, приехал. Че? Привет. Привет. Как хорошо, говорю, быть умным. Как это экономит семейный бюджет. Смотри, как это работает. Так вот берешься, заводишь. Вот он у тебя пикает, крутится. Сейчас он тут покрутится немножко. Все. Твою же мать. Расскажи. Расскажи вообще. Ну, в общем, про стабилизаторы электричества я уже рассказала. Ну, то, что тут было 180-160 вольт и 260 вольт, это все прям вот совпало с тем, что стабилизатор наш уехал в ремонт, потому что там какая-то небольшая поломка, но хочется ее устранить, пока есть гарантия. и как раз скачки напряжения совпали. В какой-то момент я вижу, что потребление в доме упало. Прихожу к выводу, что скорее всего сдох холодильник, потому что это были такие пульсации. Алка приезжает, как бы видит всю эту картину. Неделю выносит мне мозг, что приезжай чинить холодильник. Я в итоге приехал, уже залез, посмотрел, снял плату туда-сюда. Короче, сейчас полез на форум читать, что с этой платой. Сколько? Плата стоит, кстати, 17 тысяч. Полез читать на форум и там кто-то написал, что проверьте, может глюк быть памяти. Проверьте, не запомнила ли память, что холодильник остался в выключенном состоянии. Попробуйте его просто включить. А я уже все разобрал, уже собрался ввести плату в ремонт. Обратно вставил, кнопку нажал, подержал, все завелось. А ты представляешь, как здорово быть мастером холодильника, который вообще в курсе, как это работает. Просто приехал, нажал кнопку, взял с себя 5 тысяч, забыл и уехал. Да, вот об этом я и говорю. Капец. Ура, у меня морозилка еще одна есть. Все. Класс. Да. Капец. 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 Продолжение следует...